Я надеялась на себя, на свои силы, но то, что еще, это просто ура. Главное, знаете, что мы стали общаться родителями с собой, а то мы стоим там, ждем детей за калиткой, общения как такового нет. А сейчас у нас есть тема, а ты венок сделала, а вот ты там заклеила не так. Кто-то скажет, ну там, в виде, не знаю, какого-то другого поколения послышать, зачем тебе это надо, да? Может быть, там муж где-то скажет, ну не займись работой, я говорю, я это по ночам сделаю, а тут как бы надо днем успеть. Ну, не знаю, сказать, что вот она тоже будет такой, как я. Уж не знаю, это лестно по отношению ко мне такое высказывание, но думается, что она тоже будет небезразличной. Вот. Вы сами можете как бы посмотреть, насколько здесь уютно, насколько здесь по-домашнему, по-семейному приятно находиться, что в каждую возможность, когда приглашают родителей что-то сделать совместное, какое-то творчество с детьми, мы, конечно, используем эту возможность. Смотрите, друзья, вот если мы с дваждями, мы испортим рисунок, и тогда рисунка не будет красивой. Мне кажется, что самое ценное в работе вот такой совместной детей, мам, бабушек, дедушек, то, что все раскрываются в достаточно нестандартных для себя условиях. То есть, я, например, могу сказать, что я пришла, и мне сказали украшать коробки. Я никогда этого не делала, и, в принципе, у меня было предубеждение внутреннее, что я не могу этого делать, и сделаю это плохо. Но, как бы, сказали, надо сделать. Все сидят, делают. Я сделала, и могу сказать, что очень хорошо получилось, и хочу сделать так еще. Я думаю, что это всегда полезно, чтобы иметь время, отсюда, чтобы просто расслабиться, чтобы просто расслабиться и делать что-то с вашими руками. И делать это как частью общества, это помогает создать, если я могу сказать, что это не только ты, но и ты тоже частью чего-то, даже если ты работаешь с людьми, но, в то же время, ты делаешь это индивидуально. В школе Сейворхаус дети могут выбирать любой вид занятий, который им интересен в данный момент, развиваться в своем ритме, в своем темпе развивать самоконтроль и самоуважение, потому что ведь они делают это сами. Мы очень рады за наших детей, что они имеют возможность обучаться здесь и поддерживаем нашу школу в любых моментах, как в поделках, так и в любых субботниках, в любых праздниках. Вот у Василиса уже получается, пальчиком вот здесь по краям подружают, чтобы лучше держаться. А почему он дальше закручивает? Да, да. Русские, англичане, но всех это место объединяет. Я думаю, что здесь ребята, как нигде, чувствуют себя очень комфортно, как дома, как на какой-то старый добрый датчик. Вот так вот. Вот же Ваши дни посидят, они же видят, что они пошли работать. Вот я надеюсь, что у моего внука сохранились гены моего деда и прадеда, которые были священниками. На мой взгляд, сообщество должно быть действительно творческим, должно не то, чтобы подчиняться вдохновениям, но еще быть самим вдохновленными на подвиги. У Вас дружный корректив. И, мне кажется, дети пройдут годы, будут с теплом и с радостью вспоминать дни, часы, годы, проведенные в Вашей школе. Я всегда жила с родителями, и у нас не было большого круга общения, а здесь вдруг пришлось оказаться среди чужих людей. И вот в один из каких-то грустных вечеров, вдруг кто-то из этих людей предложил совместно приготовить пищу. Просто налепить пельменей. Я, вот с тех пор прошло там больше 40 лет, я помню свое ощущение. Ощущение того, что вдруг вот эти чужие люди, с которыми мне было очень дискомфортно, и вдруг они стали вот совершенно своими, своими родными, близкими. Я помню, что я прыгала на диване, радовалась. Я с ними разговаривала, я вдруг стала с ними делиться какими-то своими тайнами детскими, которые бы я никому не рассказала, кроме своих близких. Вот это вот ощущение, я потом его анализировала достаточно часто в своей жизни. И я поняла, что для ребенка, наверное, это самое важное, почувствовать, что он является частью общего мира. Я думаю, что дети очень часто воспринимают школу как некую повинность. И они думают, что они, может быть, даже в каком-то смысле жертвы своих родителей, которые приводят их в школу, отдают с утра, забывают на целый день о них, потом вечером их забывают, забирают обратно домой, и дома уже продолжается некая там семейная жизнь. Но когда родители попадают в эту школу, и когда они начинают в этой школе что-то вместе создавать, или вместе веселиться, или там какой-то совместный продукт, ну, мне кажется, что это вот совершенно другое открытие. Мы рады, что мы с таким опытом столкнулись, рады, что нам его показали, и очень будем рады его дальше нести.